И самое парадоксальное, если бы я туда пришел бы сейчас, и вот, допустим, я бы им, дал бы им шанс вылизывать меня, они бы стали вылизывать меня. Это такой контингент людей. Это вот то, что адмирал Колчак еще когда-то сказал про не трогайте кучеров, артистов и еще одну категорию, древнюю профессию. Они служат любой власти. Тумсу ассалам алейкум, брат. Многие братья думают совершить хиджру в Турцию. Почему ты туда не поедешь или ты там был и не стоит туда? Разъясни, брат, это актуальный вопрос. Алейкум ассалам. Путник, если кто-то хочет как бы перебраться в Турцию и туда жить, я не могу сказать, что это плохая идея. Это нормальная идея, как бы Турция это нормальная страна и переезжать туда на ПМЖ это нормально. Я никого от этого как бы не отговариваю. Но вы в то же время, вы люди проживающие в России, вы должны понимать, что поездка, просто поездка в Турцию, это уже повод для российской вот этой правонарушительной системы возбудить на вас уголовное дело по 208 части 2, участие в НВФ. То есть, очень много людей, которые просто поехали в Турцию и на них возбудили уголовные дела, якобы они в Сирии. Поэтому здесь просто нужно оценить вот эти риски. Вы должны это понимать. Да, конечно, с другой стороны, вы можете сказать, ну, можно поехать и в Новую Зеландию, а они возбудят уголовное дело, что ты в Сирии. Да, это возможно. Но просто в случае с Турцией тебе потом будет, ну, мягко говоря, очень сложно, если не невозможно доказать, что ты там не был. Очень сложно будет. И помимо России, потом ты после Турции, куда бы ты ни поехал, в какую бы страну ты ни поехал, любая иная страна точно так же будет на тебя смотреть с подозрением, что ты уже якобы там был. Они это будут считать практически доказанным фактом. Поэтому вот этот момент как бы оценивайте и сами смотрите. Я никого не хочу от этого отговаривать. А в моем случае, ну, для меня Турция это вообще закрытый вопрос. Если бы я туда хоть ногой вступил бы, то я бы уже никогда не смог бы доказать, что я не был никогда в Сирии. Поэтому Турцию я даже близко к этой границе не подъезжал с Турцией, чтобы не дать России вот этот вот повод утверждать, что я якобы был в Сирии. И это, в моем случае, это невозможно. Ну, а вас я как бы от этого не отговариваю. Тот, кто хочет ехать в Турцию, это страна отличная. Я люблю эту страну. Это, наверное, сегодня так по климатическим условиям, по географическим условиям. Это, на мой взгляд, это самое такое идеальное место на этой земле, где можно очень комфортно как бы проживать. Но есть определенные проблемы с этим местом. Так, Тумсо, саламу алейкум. В своих видео ты говоришь, что вот как хорошо все в Европе и плохо в России. А не противоречат ли либеральные ценности твоим религиозным взглядам и почему спокойнее живется там? У алейкум ассалам. Во-первых, в своих видео я никогда не говорил, что вот как хорошо все в Европе. Я никогда вообще не говорил о Европе, потому что я никогда, кроме Польши, нигде в другой Европе не был. Я всегда сравнивал польские какие-то конкретные моменты с Кадыровской Чечнёй. Вот я это всегда подчеркивал. Я сравнивал заправки, заправочные станции. Я сравнивал здравоохранение. Это конкретные примеры. И если, допустим, что-то в этой же Польше, что-то, например, противоречит, как ты говоришь, моим религиозным взглядам, то это не значит теперь, что все благое, что есть в этой стране, теперь тоже надо перечеркнуть. Почему вы считаете, что если тебе что-то не нравится, значит, ты должен все забраковать? А если тебе что-то нравится, то ты должен все это оправдать. Нет. Есть минусы, есть плюсы. Я показываю, сравниваю конкретные моменты, какие-то отрасли жизни, какие-то там факторы. Конкретные. И показываю, и доказываю. И не говорю, что это вот все вот так вот плохо, и все. Я говорю, что нет проблем сделать так же хорошо. Я показываю, что это возможно. Что это нужно просто захотеть. Это не нужно изобретать велосипед. Не нужно садиться в формулы какие-то, вычислять какие-то задачи, решать. Не нужно. Нужно просто взять там, где уже сделано, и просто реализовать у себя. И все, будет счастье. Вот для чего это делается. А не для того, чтобы там просто огульно рассказать, что вот здесь все плохо. Это элементарные примеры. Это освещение каких-то моментов, каких-то плюсов, минусов. Это не значит, что, например, в той же Польше, и тем более в европейских странах, нет минусов. Они есть, конечно же, есть. Будет тема, я буду и это освещать. Сейчас у меня другая тема. Меня волнует, меня не волнует то, что в Европе. Меня волнует то, что у меня в Чечне. В Европе здесь это не моя страна. Здесь есть свои граждане, они разберутся. Они должны решать вопросы здесь. А я решаю вопросы там, у себя. И я показываю, как нужно сделать, чтобы там было нормально. Вот и все. Брат Томсо, видел твой ролик, где ты отвечал этому иллюзионисту с ЧГТРК. Очень четко все ему пояснил. Но думаю, что у него не хватит мозгов это понять и принять. Или не захочет это осмыслить. Его же цель – заработать очки перед падишахом. А то в нем нужды не будет. Не даешь ЧГТРК иллюзионировать. Моя цель моего ответа – это, наверное, вообще как бы не было у меня такого намерения дать ему там что-то осмыслить. Я не для этого. У меня даже такой надежды нет и намерения даже нет. То есть я это делаю не для него. Я прекрасно понимаю, что это за человек и какую работу он выполняет. Это делается для людей, которые слушают его, слушают меня. Огромное количество есть молодежи, которые молодые в годах и дурные в умах. И мы не в состоянии сами эти вещи как-то оценить, о них поразмыслить, сделать правильные выводы. Им нужно помогать. Нужно как-то разъяснять эти моменты. Поэтому это делается для людей, чтобы… Ну не только для молодежи. Те, кто понимают просто, чтобы увидели, порадовались. Кто-то вспомнил, если забыл. Кто-то узнал, если не знал. То есть это делается для людей. А то, что там эти люди, что-то у них там исправится. У меня нет таких иллюзий. Я просто… Ну я очень хорошо знаю, что это за люди. Я знаю, что за работу они делают. Почему они её делают. Насколько они лицемерные. Я знаю, что приди завтра на это место другой, любой другой человек. Эти люди будут точно так же вылизывать его. И самое парадоксальное, если бы я туда пришёл бы сейчас, и вот допустим, я бы им дал бы шанс вылизывать меня, они бы стали вылизывать меня. Это такой контингент людей. Это вот то, что адмирал Колчак ещё когда-то сказал про «не трогайте кучеров, артистов и ещё одну категорию, древнюю профессию». Они служат любой власти. Это ведь не значит, что все. На самом деле и среди любой из этих категорий есть достойные люди. Ну, среди древней профессии вряд ли. Но я имею в виду, есть те люди, которые не будут служить. Принципиальные есть. Но основной контингент, как бы, он такой. Прогибается под любую власть. Вот это такие люди. Продолжение следует...